День за днём множество событий, но нас интересует главное, то что касается каждого в ток-шоу, главная тема. Областное родительское собрание в телеэфире. Совместный проект управления образованием обл. сполкома и телерадиокомпании «Гомель», который стартовал в 2016 году. Вот и сегодня в студии на «Пушкина-8» мы собрали представителей родительских комитетов, всех без исключения районов Гомельщины. Как понимаете, тем для разговора масса. Пора начинать. Итак, гости программы. Начальник управления образования Гомельского обл. сполкома Сергей Порошин. Сергей Иванович, здравствуйте. Семейный психолог, наш постоянный эксперт Евгения Башкинцева. Евгения Семёновна, милости просим. Начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского обл. сполкома Марат Файзулин. Марат Фаридович, добро пожаловать. И главный внештатный специалист управления здравоохранения Гомельского обл. сполкома по детской травматологии и ортопедии Александр Винник. Александр Васильевич, милости просим. Итак, в начале программы предлагаю обсудить свежие заголовки СМИ, которые напомнят нам, к сожалению, о трагических историях, связанных с подростками, да и по-хорошему станут почвой для разговора и, надеюсь, размышления. Итак, первая публикация называется следующим образом. В Музырском районе в копанке для полива огорода утонул 6-летний ребёнок. Наверное, это как раз тот случай, когда отсутствие родительского контроля привело к беде. Сергей Иванович. Это трагедия, которую поправить практически невозможно. Как правило, такие новости, они дают возможность задуматься многим родителям над контролем за своим ребёнком. И, конечно же, это огромнейший общественный резонанс. И обсуждают, особенно в средствах массовой информации электронных, очень активно. Особенно молодые родители, которые могут дать различные оценки, в том числе и действиям родителей. Интересно, есть ли подробности этой достаточно свежей истории? Как на самом деле обстояли дела? Значит, обстоятельства такие, что, в принципе, мать уделяла достаточно большое внимание, воспитывала одна ребёнка, постоянно за ним наблюдала. Но на какой-то момент, скажем, производя сельскохозяйственные работы, внимание это было отуличено на другие моменты и упустили. И в течение нескольких минут произошла трагедия. То есть зачастую доля секунды она может лишить жизни. Евгения Семёновна, вот с одной стороны, говоря о комментариях, в том числе все эти комментаторы, так называемые, диванные, они-то разделились. Кто-то говорит, ну вот, эх, мать, как ты могла? С другой стороны, неужели каждый из родителей ежесекундно контролирует своего ребёнка? И надо ли это делать? Да это просто невозможно ежесекундно контролировать. И тогда нужно просто превратиться в какой-то придаток к собственному ребёнку и больше ничего в жизни не делать. Здесь скорее беда случилась от того, что у самого ребёнка не было навыков защиты собственной жизни, не было внутренней какой-то дисциплины. И реально в таких ситуациях всегда становится очень страшно, потому что это может коснуться любого человека, потому что взрослый человек просто занялся каким-то ритмом своей жизни. А что в это время делал малыш, было совершенно непонятно. Поэтому нет, не надо следить, не надо нависать над ребёнком, как зонтик. Нужно всё-таки учить его защищать свою маленькую жизнь даже самому. Сергей Иванович, ведь действительно эти истории повторяются из года в год. Сценарии только зачастую немножко отличаются. Что бы вы советовали? Ну, в первую очередь, конечно же, очень внимательное отношение со стороны родителей. Со стороны взрослого населения, не быть равнодушным к тем несовершеннолетних, которых ты видишь. Полез высоко на турникет, не проходи мимо, сделай замечание. Видишь перебегающего ребёнка через дорогу, обязательно останови за руку, расскажи, как правильно необходимо переходить дорогу. И, конечно же, делать замечание, не стесняясь. Не надо об этом стесняться, не нужно сковывать себя и проходить мимо. Чужих детей не бывает? Не бывает. Равнодушие может привести к большой непоправимой трагедии. Поэтому участникам такого воспитательного процесса должны быть все абсолютно взрослые, во внимании которых находится независимо, твой это ребёнок, либо соседа или твой. И ещё одна свежая публикация из сети. В Жлобине трёхлетний мальчик вырвался от мамы, побежал на красный и попал под машину. Ребёнок в реанимацию. И снова тема, о которой достаточно много информации, как мне кажется, от детского сада до трудовых коллективов. И снова, к сожалению, достаточно многие семьи наступают на те же грабли. Как по-вашему? У детей с одного года, начиная до четырёх лет, у них повышается двигательная активность, и родителям надо быть на чеку. Особенно в моменты, когда где-то отдыхают на даче, на природе. Если рядом находится водоём, дорога, источник какой-то высоты, куда может ребёнок забраться, родители отдыхать не должны. Они должны каждую минуту где-то наблюдать. Либо выбирать такие места, скажем, в время препровождения отдыха, там, где исключена возможность ребёнка где-то попасть в ситуацию, угрожающую его жизнь. Здесь какой знак перебинания? Поставили, либо оставили бы, так как есть? Потому что и так правильно. Я бы добавила ещё один восклицательный знак, наверное, в начале всего этого. Но реально хочу сказать так, что для взрослых очень важно, когда в семье появляется ребёнок, понимать его самоценность, как человеческого существа. Это не предаток, это не питомец, за которым нужно следить и смотреть. Это личность, которую нужно учить защищать свою жизнь тоже. Поэтому не всегда нужно его держать на коротком поводочке, но нужно, даже давая более длинный поводок, даже выпуская его на какие-то самостоятельные действия, всё равно своё локаторное внимание не снимать и обсуждать любой поступок и любой шаг, который он сделал на этом пути. А вот на тему этого вырвавшегося малыша, вы знаете, я тоже, к сожалению, хожу по городу и вижу эти жутковатые ситуации, при которой не только не держат крепко за руку, но и вот эти самокаты нынешние, да, это просто, наверное, головная боль правоохранительных органов и детских травматологов, потому что этот самокат имеет ускорение, а родители, уже купив его, они уже сделали дело. А уже как этот ребёныш двигается на этом самокате, очень мало их волнует. Вот поэтому даже на длинном поводке должны быть сигнальные флажки, за которые вы в любую секунду всегда можете дёрнуть. А мы двигаемся дальше, и я продолжаю озвучивать заголовки свежих публикаций в СМИ. Селфи или жизнь? Вы, наверное, понимаете, о чём разговор, Александр Васильевич, много ли подобных историй? Вы знаете, к сожалению, достаточно много, и в последнее время, когда идёт вот эта информатизация, когда гаджеты нашей жизни начинают преобладать над активным образом жизни, количество травм, связанных именно с селфи, увеличивается. Дело в том, что селфи становится неким, вот таким популяризующим методом среди молодёжи. Да, раньше мы собирали значки и марки, да, сейчас мы слайки собираем под фотографиями, которые выкладываем в Инстаграм, да, и чем больше у нас получается лайков, тем больше мы более популярны среди своих сверстников. Это приведёт к негативному, в конце концов, последствию увеличению травматизма, потому что становятся достаточно опасные места, где выполняются эти селфи, даже не опасными, а критическими. И если ребёнок находится один, без сопровождения, без хотя бы даже какого-то своего друга или подруги, то это может быть чревато в будущем. Мне всегда было интересно, что толкает ребят искать эти действительно изощнённые места. Это же нужно найти, допустим, заброшенную стройплощадку, либо вышку, подняться на неё. Доступ на неё-то чаще всего закрыт. И всё ради чего? Сделать фотографию. Вот, Евгения Семёновна, что это? Просто желание выделиться? Вот вы не смогли, а я смог, и ещё фото на память. Вообще, на самом деле, любой такой поступок, рискованный поступок подростка или даже ребёнка, это всегда призыв к взрослым. Потому что, да, он хочет популярности среди ровесников, он хочет выделиться, но всё равно в первую голову он говорит, «Эй, мир взрослых, посмотрите, я живой, я что-то умею, я что-то хочу, и поэтому оцените хотя бы меня в этом риске, в этом ужасе». Но вы знаете, что на самом деле я хочу сказать, что ведь моду на все эти селфи принесли не молодые, а взрослые. И мне было очень грустно, когда 9 мая возле военного музея выставили технику, и взрослые люди, ведя за руку ребят, маленьких и больших, они фотографировали эту технику. Но поверьте, они больше никогда в этом телефоне эту фотографию не посмотрят. А вот потрогать, походить рядом, поговорить с ребёнком в этот момент, взрослые не удосужились. И честно говоря, я считаю, что для этих семей 9 мая так хорошо подготовленное прошло в холостую, в пустую. Поэтому надо слышать эти призывы детей ещё до того, как он забрался на мост, на последний этаж или там куда-нибудь ещё. Надо просто заглядывать в ум, в интересы, в душу ребёнка. Тогда никаких экспериментов не будет. Сюда же, безусловно, новое экстремальное увлечение современной молодёжи, руфинг. И же с ними, наверное, сложно даже выговорить многие названия этих мнимых увлечений, спортивных увлечений. Сергей Иванович, наверняка мониторите ситуацию, и наверняка можете точно дать ответ. Сегодняшние секции, сегодняшние занятия в Дворцах творчества могут ли стать действительно альтернативой, безопасной альтернативой таким сомнительным увлечениям? Да, могут. И однозначно могут. И у нас есть такие возможности, когда у ребят есть желание экстрима. Пожалуйста, у нас областной центр туризма, который даёт возможность сегодня проявить себя в секции скалолазания. Это тоже экстрим, но это подконтрольный, это профессиональный, это дающее возможности в том числе и осуществлять эти селфи. Но они будут правильные, и они будут безопасные. У нас есть экспримальные, такие виды спорта, как картинг. Это тоже скорость, это опасность, но тем не менее это подконтрольно. Инструктажи по технике безопасности учат. Вы, когда разговариваем с детьми, вот это нельзя, детского садика, да? Вот это нельзя. Что мы слышим от детей? А почему? А вот это нельзя. А почему? А с чем это связано? А почему? Вот этот вопрос тысячу раз задаётся, почему, и наша задача взрослых объяснить, почему, с чем это связано, почему это опасно. Возьмите, вот я не так давно был в одном интересной секции, вот брейк-данс или же паркур, да? Вот ребята организовали такую секцию подконтрольно профессионалов, которые учат. И ещё об экстриме и ответственности, ещё одна публикация, «Стройплощадка стала виной ЧП». Вот насколько много таких историй? К сожалению, в последний год и в прошлом году стройплощадка стала предметом многих разбирательств, когда дети получали травму, падая с недостроенных каких-то зданий. Один из примеров – это и здание недостроенной областной больницы, это и здания заброшенных каких-то ферм, каких-то других учреждений, где падают не только дети, но и обваливаются конструкции в этих ветких зданиях. К сожалению, можно запретить все строящиеся здания, но это будет неправильно. Мне кажется, нужно мониторить те здания, которые находятся в бесконтрольном либо пользовании, либо их никто не охраняет. И все-таки каждый из этих объектов имеет хозяина. Вот какой контроль и какая ответственность предусмотрена за, ну, наверное, не создание условий для безопасности? Обеспечение общественной безопасности – это одна из приоритетных задач органов внутренних дел. Но данной проблемой, которой вы обозначили, занимаются не только органы внутренних дел, но и ряд других субъектов. Это и местные власти, органы ЖКХ, различные инспекции государственные. В случае выявления каких-то нарушений, которые могут создавать угрозу жизни и здоровья, устанавливается собственник здания, на чьем балансе оно состоит. Значит, его адрес выносится представление и в случае не устранения причин и условий, способствующих каким-то совершениям чрезвычайных происшествий, то привлекается к административной ответственности. Вот, кстати, история, о которой отчасти говорил Сергей Иванович, еще один заголовок. В Гомеле умер подросток, упавший с перил набережной в реку Сож. Александр Васильевич, вот что бы могло спасти парня, здесь тоже не представишь ни родителей, ни педагога. Ну, к сожалению, чем отличается детский травматист от взрослого, это непредсказуемость. Никто не знает, что случится в следующую секунду. И в первую очередь, наверное, что могло бы помочь, это понимание грани и рамок опасности, которые могут быть при этом. Это первое. И второе, наверное, то, что сказал Сергей Иванович, это понимание со стороны окружающих, неравнодушное отношение. То есть наверняка мимо проходили взрослые. Да, неравнодушное не в том плане, что нужно было броситься за ребенком в реку, а то, что нужно было остановить, предупредить, два, три, четыре, пять раз сказать, чтобы уйти от этой опасности. И это могло бы спасти жизнь. Тем более, наверное, правильно говорят, дети не ищут опасности, а они всего-навсего играют. Говоря о безопасности детей, мы должны сказать о том, что их свободное время, их вольный час должен быть очень хорошо организован взрослыми. И реально очень часто выходные, а особенно каникулярное время, дети пытаются насытить вот такими опасными точками для того, чтобы каникулы не прошли зря. И самый такой основополагающий прием, который должен быть осуществлен в каждой семье, это должно быть четкое планирование каникулярного времени. То есть каждый день должен быть чем-то наполнен. И не надо говорить, поможешь бабушке, получишь за это вознаграждение, там, едешь на дачу с дедом и получишь что-то. Нет, для них это должна быть ценная жизнь каждый день. В один день это дача, в другой день это помощь родителям, какая-то совместная деятельность. Третий день это занятия в спортивной секции. Начнем с того, что вариантов достаточно много. И самое главное, бесплатных вариантов родителям не нужно за это платить в большинстве истории, ведь так? Да, совершенно верно. У нас есть такие возможности. Мы даем широкую рекламу населения и в школах, и на родительских собраниях, где можно применить себя в начале учебного года либо в каникулярный период. Сейчас у нас преддверие оздоровительной кампании, и поэтому мы хотели бы, чтобы лето прошло спокойно, без потери наших детей, чтобы все вернулись с 1 сентября живыми и здоровыми учебные классы. Но для этого необходимо приложить ряд усилий, в том числе со стороны родителей и педагогов. У нас есть большое количество разных форм. Сегодня у нас тысячи различных форм оздоровления, включая загородные лагеря, лагеря при школы, кружковая работа, работа учреждений дополнительного образования. Их огромное количество. Разные проекты, умная каникулы 2018. Их проектов достаточно много. Но самое главное, чтобы найти себя в этих проектах и желание родителей, но нет возможности вывести ребенка сегодня на оздоровление. Поинтересуйтесь, посмотрите, в том числе и в интернете, где какие формы приемлемы. Есть общественные организации, БРСМ, есть сайты отделов образования, учреждения образования. И можно при желании найти ту форму, которая приемлема для нас, как родителей, по желанию, как детей. И ребенок будет занят, и мы будем спокойны за жизнь и здоровье наших детей. И еще одна публикация, которая, думаю, станет хорошей почвой для разговора и размышлений, минус деревня в год. В Гомельской области от суицидов гибнет больше, чем от ДТП, пожаров и убийств вместе взятых. Марат Фаридович, так почему же так обострилась проблематика суицидов в регионе? Уровень регистрируемых фактов каждый год достаточно высок. Если брать, к примеру, в 2017 году зарегистрировано более 300 сообщений о суицидах и более 500 о парасуицидах. Что касается несовершеннолетних, то в прошлом году было зарегистрировано 5 фактов суицидов несовершеннолетних и 23 факта парасуицида. К сожалению, статистика этого года не радует. Да, и, скажем, оснований предполагать, что данные цифры уменьшатся, у нас нет. Хорошо. Как влиять на ситуацию? Есть у вас четкое видение? Ну, с точки зрения правоохранительных органов, я скажу, что по каждому факту суицида несовершеннолетнего возбуждается уголовное дело и проводится следственная проверка. И вместе с тем все дела возбуждены, они были прекращены ввиду того, что не был установлен какой-то криминальный умысел, то есть не было факта доведения до суицида, либо склонения к суициду. Поэтому данная проблема находится не в правовой плоскости, а скорее в социальной плоскости и медицинской. Сергей Иванович, вот что касается суицидов в подростковой среде, то это по большей части неразделенная любовь? Нет, это, наверное, один из поводов, наверное, в большей степени это психологические особенности, которые возникают где-то в обществе или же в подростковой среде. Вызовы, так называемые вызовы. И вот эта психологическая неподготовленность приводит к тому, что вот всё, заканчивается эта жизнь. Уже всё. Без того, что у меня вот любимый этот человек в моих 12 лет или 13, уже всё, жизнь на этом заканчивается. Мы, взрослые, должны об этом говорить, но мы стесняемся на тему любви говорить. И любовь подразумевает одна. Одно только понятие есть у подростков, подразумевающаяся любовь. А под этим словом эта же многогранная жизнь и взрослые должны показать прелесть. Почему? Любовь – это особое отношение к ближнему. Но причин достаточно большое количество. И в том числе неосторожное выражение взрослых. Я могу привести примеры, кстати, то, что касается доведения до самоубийств или, значит, суицидов. Взрослые тоже имеют определенное значение, как я уже сказал. И были у нас примеры, когда сын обращается к родителям, что мне сложности, у меня так трудно, мне нужно... В это время возьми, приласкай, поговори с ним. Что у тебя? Что тебе? Расположи к себе, и пускай это будет, может быть, для вас, как взрослых, для отца или для матери самым неприятным или неприятным. Но ребенок раскроется, он в вашем лице увидит своего самого близкого друга, но не бросать выражения. Тебе трудно? Тебе плохо? Иди повесьте. У нас есть примеры, когда так и было. И, кстати, вот этот случай, о котором я проговорил, он имеет место быть. Он был. И поэтому правовая оценка в данном случае может иметь место, и взрослые должны знать своими необдуманными действиями, отношениями к детям, в том числе и словесными выражениями, могут довести до отчаяния и самоубийств. Неправильное хранение лекарственных средств, таблетки, значит, лекарственные какие-то напитки, или спиртные крепкие напитки, или же разлитые крепкие спиртные напитки под видом различных там, ну, тары, там, где хотят скрыть взрослые от несовершеннолетних. Маленький ребенок вместо сока выпивает уксус, где мама налила для того, чтобы пользоваться какой-то тарой по незнанию. Это тоже приводит к трагедиям, и мы должны тоже прекрасно понимать, что за эти действия мы несем, как взрослые, не только моральную, но и уголовную ответственность, если случаются таковые исходы со смертельным, со смертью. Вроде бы безобидная вещь, а вот к этому списку вполне, думаю, вы дополните чашку кипятка, москитная сетка безобидно установленная, ведь это тоже десятки, а может быть и сотни случаев ежегодно. Если сказать, что не больше, потому что в последнее время, когда мы начали с этим сталкиваться, безусловно, количество таких случаев увеличилось. Дело в том, что дети, все понимают, что это любознательный маленький организм, которому все интересно, все нужно. И москитная сетка никогда не защищала родителей, в первую очередь, от того, чтобы не получить травму. Устанавливая москитную сетку, мы должны знать, что потенциально мы двигаем малолетнего ребенка с открытым котлом к большой опасности, к трагедии. И примеров таких много. Как же хорошо бы было, если бы мы на них учились? Вспомнить пример в Речице, где, к счастью, конечно, ребенок, выпав с пятого этажа, после оперевшись на москитную сетку, он выжил. И усилиями врачей это все благополучно завершилось. Но это единичный случай. Чаще всего это все заканчивается трагедией. Ну а кружка кипятка или чайник, или тарелка какая-то с горячей пищей, она очень часто приводит к трагедии. И самое здесь опасное в том, что очень часто страдают дети младшего возраста, которые из-за своего недопонимания не знают, что это такое. И эти случаи заканчиваются очень трагически, вплоть до спиртильного исхода. Я напомню, это областное родительское собрание в телеэфире. Сегодня в студии на Пушкина 8 представители родительских комитетов всех, без исключения районов Гомельщины. Уже и мои гости приглашаю к обсуждению, к общению ваши вопросы. Пожалуйста. Татьяна Кабаева, город Мозырь. Тема наркотизации беспокоит нас, родителей, очень остро. Можем ли мы быть спокойны, если наш ребенок находится в школе, то значит он в безопасности? Кто проконтролирует эту дорогу от школы до дома? Это очень важно для нас сегодня. Спасибо. Спасибо. Сергей Иванович, наверное, к вам, Марат Фаридович, вы тоже подключаетесь. Ну, естественно, мы стараемся, особенно младших школьников, чтобы родители приводили в школу, в подконтрольное, это было более старшее, проходит самостоятельно. Но, опять же, мы стопроцентной гарантии не дадим в том плане, что по дороге он не встретит того молодого человека, который может предложить какой-то наркотик, сигарету, которая может иметь элементы наркотические и так далее, и так далее. Мы от этого не ограничены. И независимо от того, благоприятная семья, благополучная или неблагополучная, никто гарантии не даст. Поэтому я думаю, что в этом плане необходимо, наверное, в комплексе, в том числе и педагогам, и особенно правоохранительным органам, пресекать вот такое распространение каналов наркотических веществ для того, чтобы не было распространения. Мы очень много говорим о том, что мы знаем, что на центральном рынке где-то распространяются, дается информация и так далее. Я думаю, что пользуются этой информацией правоохранительные органы для того, чтобы пресекать и задерживать, привлекать, в том числе и к уголовной ответственности тех, кто подталкивает наших детей к смерти, к зависимости. Вот здесь нужно бороться бескомпромиссно, не уступая ничему. И то, что касается распространителей, это человек, а лучше, наверное, сказать, не человек, в руках которого находится жизнь другого человека и он старается своими действиями либо продажей наркотических веществ убить жизнь этого человека. За это он сознательно должен понести вплоть до уголовной ответственности. И щадить таких людей нельзя. Я поддержу точку зрения Сергея Ивановича стопроцентную гарантию никто не может дать о том, что ребенок не сможет приобрести. Особенно в старших классах, особенно, когда у него уже появился мобильный телефон, появились друзья в определенный круг с других школ, более взрослые, которые, может, уже школу окончили. Каждый уже имеет свой круг общения, может попасть, скажем, в круг влияния негативного и кто-то предложит попробуйте. Это модно в определенной мере в молодежной среде, поэтому ребенок ввиду своего, скажем, развития, ввиду того, что он еще не может отстаивать свою точку зрения, где-то может быть склонен к потреблению наркотических веществ. Однако, надо понимать, что правоохранители не дремлят и интернет-пространство контролируется. Совершенно верно. Это одно из основных направлений деятельности подразделений по наркоконтролю, выявление каналов сбыта наркотических средств, в том числе борьба с так называемыми интернет-магазинами. Александр Васильевич. Я просто хочу сказать, что никто никогда не заставит ребенка что-то сделать, если он это не понимает. Мы все знаем, что запретный плод сладок. И если это хочется, то любые пути, любые преграды будут преодолены. Дорога домой или дорога из дому, нахождение в школе или нахождение дома не остановит ребенка, если он это хочет. Поэтому здесь идет самосознание, контроль, контроль как со стороны общества, так со стороны родителей. Евгения Семеновна. Знаете, что, дорогие родители, учите детей говорить нет. Это пригодится на протяжении всей жизни. Это пригодится на протяжении всей жизни, а вот на этом остром, опасном периоде жизни это сыграет очень положительную роль и вот эти 100% гарантии немножко подрастут. Нет любым соблазном, а для того, чтобы это нет у него укрепилось, он должен быть самооценен как человек и внутри семьи, и вообще в обществе. Будда Кошелева, Алексей, скажите, пожалуйста, какого возраста и где можно трудоустроиться несовершеннолетнему ребенку в летний период, то есть на летних каникулах, и куда нужно обращаться? Трудоустроиться можно, опять же, при желании, и обращаться необходимо в первую очередь в то учреждение, где учится ребенок, в школу либо в гимназию. Районные отделы образования принимают участие в формировании таких отрядов совместно с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. Комитеты по труду и социальной защите имеют такую возможность трудоустраивать наших детей. Есть большое количество социальных проектов, но самое легкое это в школах. Есть проекты, которые дают возможность зарабатывать, в том числе и в школах путем проведения ремонтных работ, мебели, даже в библиотеке проводят какие-то определенные работы по ремонту учебников, книг и так далее. За это дети получают определенное денежное вознаграждение. Ну и, конечно же, более старшего возраста мы рекомендуем ребятам, чтобы были такие отряды по благоустройству территории школьного двора и микрорайонов в соответствии с действующим законодательством и продолжительностью времени, в котором занят сам несовершеннолетний. Возможности достаточно большие. Сегодня на сайтах районных отделов образования, общественных организаций мы рекомендуем делать такие объявления для того, чтобы по контактам, указанных в этих объявлениях, связаться с организаторами такой работы и быть занятым в летний оздоровительный период и трудовой занятости. Ельческий район, Елена. Подскажите, пожалуйста, в настоящее время интернет и социальные сети оказывают большое влияние на наших детей, как положительное, но в большей степени отрицательное. Подскажите, пожалуйста, какая работа проводится в социальных сетях и имеем ли мы право родителей вторгаться в эту часть жизни подростков? Евгения Семеновна. Не то, что имеете право, а вы обязаны это делать, потому что, если вы не контролируете это пространство, то это пространство будут контролировать те люди, которые захотят причинить вашим детям вред. Поэтому никакого личного пространства ни в телефонах, ни тем более в социальных сетях у несовершеннолетних не существует. И прячутся они там. Ох, как бы готовы были поспорить дети, родители. И прячутся они реально там, только от нас с вами. А любые злодеи, да, любые мерзавцы, которые хотят влиять на сознание, на жизнь, на качество жизни наших детей, они там совершенно чувствуют себя безопасно. Поэтому договаривайтесь с ребенком, в какой мере, как часто, когда вы будете осуществлять этот контроль. И тогда вам не нужны будут никакие особые спецслужбы, которые контролируют социальные сети. Сергей Иванович, согласны, вы тоже мониторите страницы? Отчасти. Мониторим страницы, смотрим и стараемся это делать постоянно. Просим такую работу, чтобы проводили классные руководители, учим классных руководителей, для того, чтобы они входили в группы детей, организованные в социальных сетях, контролировали, смотрели. И благодаря такой работе наши педагоги спасали не одну жизнь. И можно привести такие примеры. Но, к сожалению, есть и примеры обратной ситуации, как вот сейчас вы задаете вопрос, имеем ли мы право взрослые вмешиваться в деятельность. Имеем и нужно это делать. Интернет, как вы уже сказали сами, имеет и положительные, и отрицательные моменты. Так вот, одна семья, благополучная, хорошие должности занимает, когда классный руководитель обратился за то, что посмотрите внимательно, ваш ребенок в социальных сетях выражает там обеспокойство, посмотрите внимательно на эти проблемы, которые она затрагивает. А реакция родителей это не ваши вопросы, как был мой ребенок в социальных сетях и в интернете, он там и останется. И не лезьте в нашу частную жизнь. Прошло некоторое время, классный руководитель обратно обратился, несмотря на настойчивое такое вот обращение родителей. Опять, это не ваши дела, не ваши вопросы. Но на третий раз было поздно, потому что их ребенок попал в реанимацию. И вот потом родители стали обвинять классного руководителя о том, что виноват учитель. Это он, значит, недосмотрел, это он вот своим таким пристальным вниманием, было уже поздно. Учитель подсказывал, учитель говорил, обращал внимание. Особенно вот молодые учителя, которые сегодня владеют совершенствованными методиками. И под разными именами, я хочу вам сказать, мы это учим, я не скрываю, чтобы могли входить в группы, чтобы были равные, чтобы чувствовали это все и находилось это под контролем. Ради безопасности. Ради безопасности. И еще раз повторяю, благодаря работе педагогов, много есть примеров, когда мы уводили детей от беды и спасали им жизни. И я хочу сказать своим коллегам большое спасибо за эту работу и уверен в том, чтобы эта работа в следующем учебном году также наступательно проводилась не только классными руководителями, но и всеми педагогами Гомельской области. Добрый день. Светлогорский район, Юлия. Летом всем детям хочется купаться. Я, как мама, своему ребенку всегда говорю, что нужно быть осторожным, находясь у воды. А им-то хочется веселья. Как быть в этой ситуации? Наверное, это к вам-то отвечали уже на такие вопросы? А никто не запрещает веселиться, понимаете? Дело в том, что веселиться-то тоже можно по-разному. В первую очередь, если грани и рамки опасности понимает сам взрослый, то и ребенка этому научат. Есть специально отведенные места, есть специально отведенные, скажем так, развлечения, которые можно выполнить в воде. Пожалуйста, всегда будьте рядышком с ребенком и веселье будет не только у вас, но и у ваших детей. То есть, ваш совет веселиться вместе? Веселиться вместе, совершенно, и веселиться правильно в первую очередь. Людмила Степановна Гомель. Мой сын, как и многие другие выпускники, собирается поступать в Минск. Будет возвращаться домой поздно и находиться на улице позже положенного времени без сопровождения. У меня вопрос к правоохранительным органам. Если его остановят работники милиции, будет ли административное наказание? Если вашему сыну исполнилось 16 лет, то нести ответственность никто не будет за его нахождение без родителей после 23 часов. Если же ему 16 лет нету, то в этом случае родители несут ответственность административную за то, что не обеспечивают меры по сопровождению детей в ночное время. То есть, ваш совет обязательное сопровождение? Совершенно верно. Так предусматривает закон. Но это же тоже все ради безопасности. Это совершенно верно. Эта норма предусмотрена прежде всего для безопасности самих же детей. А можно еще вопрос? А нужно ли ему иметь при себе документ? Желательно иметь, но четкого предписания со стороны закона у нас нету для того, чтобы человек носил с собой документы удостоверяющие личности. Спасибо. Добрый день. Город Речица. Елена. Скажите, пожалуйста, можно ли выпускной вечер провести вне стен школ, гимназий, лицеев? А какие предложения у вас есть? На природе, например? Дело в том, что не все вот эти учреждения, что я перечислила, имеют такую возможность выпускной вечер принять у себя такое количество родителей, друзей, знакомых. и можно ли куда-то помимо вот этого маленького зала выйти, не знаю, в городской дом культуры, просто в дом культуры либо школу искусств? Что касается учреждений культуры или учреждений спорта, например, это не возбраняется, пожалуйста, можно, но мы рекомендуем, конечно, там, где созданы условия для проведения выпускных вечеров, лучше всего это в школах, в гимназиях, в лицеях. Если таких условий нет и не хватает мест в актовых залах, пожалуйста, учреждения культуры, районные отделы образования согласовывают данный вопрос с управлением образования, мы берем на контроль и, как правило, мы контролируем, очень жестко контролируем форму проведения и бываем на этих вечерах с тем, чтобы не было там ничего лишнего, в том числе со стороны родителей. Поэтому не возбраняется, но в рамках тех требований, которые предъявляет сегодня управление образования, министерство образования, правоохранительные органы и все те, кто заинтересован в спокойном праздничном мероприятии по случаю окончания среднего учебного заведения. Добрый день. Лоевский район, Ина. Впереди лето. Я хотела бы такой вопрос задать. Хотела бы отправить ребенка на здравление в лагерь зубренок. Возможно ли это? И что для этого необходимо? Сергей Иванович, все хотят в зубренок. Как быть? Да, это возможно, но должен сказать за последнее время работа не только в летний оздоровительный период, но и в течение учебного года она формируется на формировании групп таких более успешных детей, отличников учебы, победителей республиканских международных олимпиад, потому что с этими детьми и в игровой форме проводится поддержание качества знаний учащихся. Но, в принципе, это возможно. Есть платные формы оздоровления зубренка, можно приобрести путевки по стоимости зубренка и поехать на отдых, обращаться по вопросам оздоровления. Есть у нас специальный центр оздоровления областной, это филиал республиканского центра, где располагаем полную информацию. Что касается именно по зубренку, можете обратиться в управление образования, мы постараемся вам в этом плане помочь. Итак, я напомню, это было областное родительское собрание в телеэфире. Сегодня в студию на Пушкино-8 мы пригласили представителей родительских комитетов всех без исключения районов Гомельщины. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ